доброго времени суток youtube доброго времени уважаемые видео слушатели моего канала уважаемые контрагенты контрагент у нас сейчас самый разнообразный более 70 более 14 контрагентов этой медицинской организации и я для медиков контрагентов хочу еще раз пояснить я открыл приказ номер семьсот сорок девять н вот он на моем экране видите вы его семьсот сорок девять н это приказ для лиц опасных профессий атомщиков нефтяников и других на нашем сайте вы можете найти все сферы деятельности касающиеся лиц опасных профессий приходит рост технадзор требует от предприятий проведения медицинского осмотра и в том числе психо психофизиологического обследования приказе 29 н тоже есть одна строчка касающиеся психофизиологического обследования мысли его внимательно почитать вы поймете что там речь идет о враче офтальмологе глазнике грубо говоря не путать это 29 н и 749 н 749 н эти медосмотры проводятся для простых работников ну понятно кто там на высоте работает дворников не знаю борщиков там слесарей токарей не связанных с опасными видами деятельности а вот те кто так или иначе работники связаны с источниками ионизирующего излучения и так называемыми вот те проходят обследования медосмотры не по 29 н а по 749 н приказу они похожи как близнецы братья но единственно что 749 н виден введен пункт номер 46 его сейчас видите на экране перечислены четко черным по белому перечислены те методики которые входят спектр психологического обследования персонала ведущего потенциально опасные виды работ так вот господа медики для вас специально это снимается обратите внимание в область психологического обследования почему-то но это абсурд россия попала так называемая вариабельность сердечного ритма короткая запись 5 минут она в дальнейшем еще будет встречаться несколько раз господа вдумайтесь злого сочетания значит простая оценка вариабельности сердечного ритма речь идет о методе воевского а самое главное речь идет о враче кардиологи запомните бейте это себе в голову вот есть узи сердца да и соответственно врач кардиолог специалист разбирающийся в сердечной деятельности человека проводит наряду с узи сердцем или назначает такую процедуру диагностическую он же должен проводить и вариабельность сердечного ритма почему это попало в область психофизиологии ума не приложу хоть убей меня это епархия врача кардиолога вариабельность сердечного ритма психофизиологи поскольку постольку к этому относятся но кому-то в москве вдруг показалось я знаю кому в общем то да и почему фэмба пытается продвигать эту вариабельность сердечного ритма них это не получается с кардиологами потому что кардиологи не знают и не понимают этого метода боевского вот условно говоря внесли в этот перечень методик вот и трахайтесь теперь сами то есть турбаров шибланов сидим все они говорят о том я имею ввиду верхушку фрама они все говорят о том что вариабельность сердечного ритма относится к сфере психофизиологии ничего подобного это бред собачий психофизиологии знают свою епархию знают свои методики четко определенной ими же в приказе 34 с и там нет вариабельности сердечного ритма поэтому медики коллеги запомните раз и навсегда вариабельность сердечного ритма проводит кардиолог специалист по сердцу вдумайтесь название этой методики по боевскому оценка вариабельности сердечного ритма к психофизиологии сердечный ритм никак не относится ну никаким боком ну не справа не слева не спереди не сзади сердечный ритм им занимается врач специалист по сердцу кардиолог значит далее идем читаем этот же самый приказ 749 на выделено красным простая сенсомоторная реакция я убил бы того кто это написал не сенсомоторная реакция а зрительно-моторная реакция в этом приказе столько ошибок столько ляпов я знаю что его писал писали три студента подали на рассмотрение зубром психиатром щепланова туру барова уседину подали на подпись они не глядя подписали этот приказ взяли пошли к премьер-министру мишустину он им подписал 749 теперь вся россия трахается из-за этого приказа не сенсомоторная реакция называется реакция а зрительно-моторная реакция Простая зрительно-моторная реакция Точно так же сложная зрительно-моторная реакция ПЗМР простая СЗМР сложная зрительно-моторная реакция Далее реакция на движущийся объект Тут хоть не ошиблись, слава богу РДО реакция на движущийся объект Ну и методика многостороннего исследования личности Имеется ввиду ММПИ Березинский вариант на 377 утверждений Тут слава богу все в порядке с этим Еще раз повторюсь Тут мы опять ниже чуть-чуть видим Оценка вариабельности сердечного ритма Это занимается этим Кардиолог Делает УЗИ сердца И параллельно у него стоит на столе Маленький аппарат Вариабельности сердечного ритма Они разные бывают Там на пальчники надевают Мышку обхватывают Значит крокодильчики надевают Все это занимает буквально 5-7 минут Но заниматься и оценку давать этим результатом По вариабельности сердечного ритма Должен врач-кардиолог А нет, не психофизиолог Психофизиолог, вот отмечено красным Простая, сложная реакция на движущийся объект И не спорьте Другого варианта просто не существует Сердечный ритм Оценить может только специалист Которого в институте Дай бог учили Что такое сердечный ритм Кардиолога Ну вот новая методика для него ВСР Это называемая вариабельность сердечного ритма Это для него Его учили этому Сердце изучать УЗИ сердца делать учили Сейчас вот появилась вариабельность сердечного ритма И кардиолог Ни в одном документе организационном В штатном расписании Лаборатории психофизиологического обеспечения Не предусмотрено И это правильно Потому что он не должен Он не входит в эту лабораторию Кардиолог Он там не должен работать Он сидит там у себя В поликлинике В диагностическом центре И делает Проводит значит Для себя Для пациента УЗИ сердца И соответственно Вариабельность сердечного ритма Это отдельная работа Это работа отдельного специалиста Никоим образом По своему смыслу И содержанию Не относящаяся К ПФО К психофизиологическим обследованиям Вот что я хотел сказать На этом все Благодарю вас за внимание И удачи вам